Всем приветики! С вами Ольга и я вам желаю здоровья и счастья, радости, любви мои дорогие. И сегодня, сегодня снова я за рулем и хочу с вами поговорить о работах в Италии. Потому что это такая тема, которая у меня постоянно спрашивает. Сегодня рассмотрим одну из этих работ. Это нянька в Италии. Нянька, ну типа они говорят бэйбиситтер. Итак, сначала рассмотрим все детали, то есть какие условия принятия на работу именно нянек, бэйбиситтера в Италии, какая зарплата в Италии и какие требования к работе. Итак, поехали. Первое. Сначала требования по принятию на работу. Во-первых, если вы идете нянькой в итальянскую семью, в итальянские семьи, то должны учитывать то, что сначала возраст. То есть возраст это где-то до 40, максимум до 45 лет. Потому что имеется в виду то, что с ребеночком или с двумя ребенками надо, конечно, прыгать, скакать, играть и за ними бегать, чтобы никуда там они не убежали и в какую-то там ерунду не попали. Это, во-первых, возраст. Требования к языку. То есть если вы идете на работу в итальянскую семью с итальянским ребеночком, конечно, знание итальянского языка обязательно. Плюс какие документы. Минимум – это вид на жительство. Или вот как сейчас делают, прежде чем делать вид на жительство, дают уже кодичи фискали и разрешение на проживание, временное пусть даже. То есть документы должны быть, так же, как и язык итальянский. Еще какие требования? Ну, какое-то, не какое-то образование педагогическое. Если его нет, то можно будет тоже договориться. Где можно найти эти работы? Работы можно найти на каких-то сайтах. Но есть сайты бесплатные, а есть и платные. Можно найти работу, как они говорят, пассапарола. То есть один сказал, рассказал другому и так далее. Это тоже возможно. Ну и, конечно, дорогие мои, самый главный вопрос – это об оплате. Итальянские семьи в основном платят 10 евро в час. Приблизительно. То есть плюс там, ну и даже и минус, как говорят некоторые. Ой, за 7, за 8. Немножко они такие жидноватые. Если два ребенка в семье, значит, можно до 15 евро в час выпросить, так сказать. Что еще важно, дорогие мои, если вы идете нянькой в итальянскую семью, будьте готовы к тому, что вы должны терпеть капризы. Капризы, потому что все итальянские дети, ну, скажем, по-нашему избалованные. То есть они в детстве – аморы. Все рождаются в любви. Только-только ребеночек родился, все. Аморы дала мама, аморы дэ папа, аморы динонну, аморы динонны. Короче, это любовь мамы, любовь отца, любовь бабушек, любовь дедушек, любовь всех родственников. И дзи, типа и дяди, и тети – только любовь. И он считает самым хорошим, самым милым. Аморы милым, миленький такой и так далее. То есть поэтому, конечно, в основном детям разрешаются шалости. Ну, как правило, вырастают из этих детей нормальные люди, которые знают порядок, потому что вместе с шалостями им говорят, что порядок нужно уроки там делать или там есть по расписанию, нужно сегодня мясо есть, а завтра рыбу для здоровья. Это тоже важно. Но дело в том, что с детьми нужно общаться спокойным языком. То есть, ну, я думаю, что это во всех странах, и в Италии, и в России, и так далее, и там подобное, во всех странах предпочтение отдают тем, то разговаривать с детьми спокойно, то есть без повышения тона. Будьте готовы к тому, что в домах будут еще и видеонаблюдения будут вестись. Это тоже очень важно. Поэтому за вами будут следить. Если вы какую-то ошибку доведете, могут хорошенько оштрафовать. Может дойти и до тюремного разбирательства. Если вдруг что-то вы повысите сильно голоса, а еще если и рукоприкладство, это не допускается совсем. Хотела сказать, что любая работа бэйбиситтер, любая работа няни в Италии обязательно делается по контракту. То есть это подразумевается, что и вы будете, как они говорят, а секураты, будете полностью по документам, и будут они за вас отчисления в пенсионный фонд платить и так далее и тому подобное. Но главное, что это все-таки ответственность. Когда вы по контракту работаете, вы будете нести ответственность за то, что если что-то где-то с ребеночком случилось, вы будете нести большую ответственность. Это уже документально. Это про итальянские семьи, дорогие мои. Но дело в том, что здесь, в Италии, есть еще и сезонные работы. Сезонные работы – это значит летний сезон, когда очень-очень-очень много у нас здесь есть город Форте-Деймарми, и приезжают русские туристы. Приезжают начиная с апреля месяца. Любят они Форте-Деймарми, любят они это место, и поэтому, ну и в Яриджо, конечно, тоже приезжают, но в основном Форте-Деймарми. И начиная с апреля по сентябрь есть возможность подработать бэби-ситером уже в наших русских семьях. Здесь можно, и, как правило, без контракта, потому что здесь тоже действует пасса-парола. То есть один сказал, другой показал. И есть еще и агентство с русскоговорящими, которые тоже находят нянек на наши русские семьи. Здесь уже другая оплата. Требования практически те же. То есть и видеокамеры. Вы можете увидеть и на спокойном абсолютно языке. Не нужно с детьми разговаривать, как бы он там ни кричал, вы должны быть, как итальянцы говорят, пассиенцы. То есть у вас должно быть спокойно. Спокойствие и только спокойствие. Как говорил Карсон. То есть, дорогие мои, не обращать внимания на то, что он там кричит или она кричит. Вы должны спокойным языком с ребеночком говорить и все ему объяснить, как бы там трудно ни было. Поэтому обязательно вот это спокойствие и доброжелательность должна быть уже изначально. То есть это в русских семьях. По оплате, что в русских семьях. Но это, как я говорила, сезонные работы. Здесь уже оплата повыше. Начиная с 15 и даже доходит до 20 евро, может быть, на одного ребенка. Но, как я уже говорила, эта работа сезонная. То есть с апреля по сентябрь месяц. И, то есть найдете, не найдете и так далее и тому подобное. Но, но она больше оплачивается. И, конечно, наши дети, мне кажется, они менее такие эгоистичные, чем итальянцы наши русские. Потому что они уже как-то немножечко... Родители тоже их воспитывают в русском стиле. То есть и здесь они уже относятся в основном лучше и к персоналу. Хотя тоже некоторые кричат, пошла вон и так далее. Потому что в итальянских семьях, вот одна девочка мне рассказывала, неделю мальчик кричал, пошла вон. Никак не мог он ее воспринимать. Потому что более избалованные. Наши русские дети, они более воспитанные. Но все равно, но все равно терпение. Самое главное терпение и спокойствие. Несмотря на все. Ну и, конечно, если няня идет в русскую семью, то здесь уже немножечко еще плюс одно требование. Но оно не только требование, как бы просьба. Что лучше еще умение готовить. Готовить простую пищу. То есть какой-то супчик небольшой, кашку, какие-то сырнички. Ну, в общем, такое вот. Котлетки там и так далее. Это любят, любят наши русские семьи, чтобы вот именно няня готовила для деток такую спокойненькую пищу, которую детки спокойненько едят. В общем, сегодня вот такая у меня тема. Ну, а вы пишите в комментариях, какие вас еще вопросы интересуют, какие работы интересуют в Италии, и так далее, и тому подобное. То есть имеется в виду, что в русские семьи можно уже без языка, без итальянского устроиться. Ну, окей. Покеда. Всего доброго. Люблю, целую, обнимаю. Счастья, радости, любви. И, конечно, мирного неба над головой, над нами и над нашими детками, и над нашими внуками на всей планете. Всего доброго. С вами Ольга.